50 процентов. Примерно настолько человечество станет глупее, согласно прогнозам, к 2100 году. Сложные когнитивные задачи станут выполняться на 50 процентов хуже, а базовые когнитивные функции, такие как реакция, память, внимание и моторика, на 25. Если не исправить одну вещь. Посмотрите на этот график. Это средний уровень тестостерона в возрасте 20 лет в 80-х годах и по настоящее время. А теперь подставим к этому графику и другие. Количество активных сперматозоидов с 80-х по наше время, средний уровень ожирения по миру с 80-х по наше время, рост уровня концентрации углекислого газа в атмосфере. А это рост потребления пластика в мире. С 2 миллионов тонн в год в 50-е и 70 миллионов в 80-е до 460 миллионов тонн в наше время. За последние 70 лет человечество увеличило его потребление почти в 230 раз. Не находите ли вы взаимосвязь? Вот такое количество пластика вдыхает и съедает среднестатистический человек каждую неделю. Одни почеты говорят, что его количество сопоставимо с одной кредитной картой. Вторые считают, что эти расчеты неверны, а третьи заявляют, что эти расчеты слишком преуменьшены. Как бы то ни было, проблема есть и она взаимосвязана, но к ней приковано слишком мало внимания. Последний век человеческого прогресса, можно сказать, обратил развитие нашей популяции вспять. Мы живем в комфорте и технологическом изобилии, в безопасности. Но мы почти вдвое слабее наших предков. Наша ДНК все чаще подвергается мутациям. Люди чаще сталкиваются с дегенеративными заболеваниями. Наши когнитивные способности снижаются. А микропластик теперь везде. Он почти во всех пресных водоемах мира и теперь и в нашей крови. Почему это произошло? И что будет происходить дальше? Известный нам пластик был синтезирован в 1907 году химиком Лео Бакеландом. Именно он создал первый синтетический пластик, известный как Бакелий. Он не плавился при нагревании и был дешевым и доступным, а потому стал первым пластиком, что открыл дорогу в коммерческое использование таких материалов в производстве. А так как потребность с них росла, ведь нужны были долговечные материалы для всего на свете, то распространялись более удобные, универсальные и дешевые виды. А в 30-х годах появился полиэтилен, который по сей день остается самым распространенным видом пластика, чьи разновидности используются везде. В упаковках, в деталях для транспорта, текстиле, одежды, производство бутылок и так до бесконечности. Но в чем их проблема? В том, что такой удобный и дешевый искусственный материал не разлагается, а лишь разрушается. Многие из них подвержены фотодеградации, когда пластик распадается на мелкие частицы под воздействием солнечного света и температуры, превращаясь в микропластик. Мы его не видим, но современного человека он окружает повсюду. Начнем по порядку. Практически все воды в мире отравлены микропластиком. Вся сточная вода содержит микропластик, и по исследованиям около 90% бутилированной воды содержит микропластик. Вода либо изначально была загрязнена, либо микропластик выделился из-за транспортировок и условий хранения. Ведь все давно упаковывают в пластик или им его обрабатывают. А если отравлена вода, значит отравлены и продукты питания. Все морепродукты, морская соль и даже пиво. Конечно, не всем. В основном, если их вода на производстве была загрязнена, рыба и соль добыты не в экологически чистых местах. Хотя и таких почти не осталось. Ведь микропластик обнаружили даже в пробах вод и улова Арктики и Антарктики. Так что это проблема глобального масштаба. То есть микропластик мы потребляем с водой, пищей, так еще почти со всем пластиком, вроде одноразовых приборов, или тот, который сталкивается с нашей слизистой. Например, некоторые виды туалетной бумаги. Хотя и то воздействие минимальное. Попадая в организм, частично он может выводиться, если, например, он попал к нам с пищей. Но обычно он просто в организме накапливается и проникает в ткани органов, что может вызывать воспаление и повреждение клеток, вызывая в том числе повреждение не только работы внутренних органов, но и нашего ДНК. А это уже влияет и на наше потомство. Понимание таких глобальных проблем подчеркивает, как важно не только заботиться о планете, но и думать о собственном будущем. Если ты готов изменить свою жизнь и уйти от офисной рутины, у меня есть отличный план. Курс по дизайну презентаций от Академии Презентации Бонни и Слайд давно помогает людям перейти к новой и прибыльной профессии. Учеба в игровой форме, диплом по окончании и доступ к бирже фрилансеров с заказами от Сбербанка, Билайн МТС – это все про тебя. Пример? Екатерина Тарасова, выпускница. Теперь зарабатывает до 137 тысяч рублей за проект. Живет на Бали и сотрудничает с Яндекс.ЛРеаль. Новички стартуют от 80 тысяч в месяц, а опытные дизайнеры от 200 тысяч рублей. А по промокоду АЛЬБЕРТ курс всего 5100 рублей в месяц со скидкой 60%. И бесплатный модуль по нейросети. Переходи по ссылке в описании и смотри, как меняется эта жизнь. Но вместе с этим микропластик может переносить токсичные химические вещества, либо их выделять при разрушении и нагревании, если те использовались в производстве. Самые распространенные – это фталаты и бисфенол. Они могут быть как в составе пластика, так и в составе изделий. Фталаты, например, часто встречаются в парфюмерии, лаках, шампунях и прочей косметике личной и интимной гигиены. К тому же он отлично выделяется, когда мы нагреваем пластиковую одноразовую посуду кипятком или в микроволновке. Они выводятся из организма весьма быстро, буквально за сутки. Но потребляем мы его гораздо больше и быстрее. А это может приводить к его накоплению в организме и ткани. Задерживаясь в организме, они могут вмешиваться в работу гормональной системы, имитируя или блокируя действия наших гормонов, повышая риск развития рака, ожирения, диабета и прочих страшных слов. Если проблему мы можем не ощущать и даже не осознавать, что мы переносчик огромного количества мусора, это точно заметят следующее поколение. Воздействие фталатов связано с риском аномалии в развитии плода у женщин, а у мужчин уровень тестостерона устойчиво снижается на 1-2% в год. Из-за образа жизни, питания и воздействия внешних средств. А чем он меньше, тем меньше количество сперматозоидов, тем меньше возможных продолжений рода, тем меньше продолжительность жизни и тем меньше размер полового органа. Даже не знаю, что хуже. И это эстафета передается и детям. Ведь уже с рождения, согласно актуальным данным, уровень заложенного тестостерона ниже. Особенно, если мы говорим про среднестатистических родителей среднего достатка с малоподвижным образом жизни. И если тенденция будет продолжаться, то уже в обозримом будущем оплодотворение женщин естественным путем станет почти невозможно. А если учесть прочие факторы, включая социальные, экономические и даже религиозные, то популяция Земли к концу века может начать сокращаться. А наши дети все чаще страдают заболеваниями, вызванными мутациями в ДНК. Но проблема загрязнения окружающей среды влечет за собой множество других последствий. Наша планета живет циклами. То нагревается, то охлаждается, зависимо от большого числа факторов. Но человек этот цикл ускорил и усилил. Ведь количество выбросов при производстве значительно превышают вулканические выбросы. А загрязненные пластиком океаны не могут охлаждать воздух так, как это было раньше. За последние 100 лет концентрация углекислого газа в атмосфере Земли выросла на 120 частей на миллион. И сейчас составляет более 420. Во-первых, такой рост может повысить среднюю температуру Земли на 2 градуса. Во-вторых, если сейчас рост на 120 частей занял 100 лет, то раньше этому требовалось порядка 10 тысяч лет. На что это влияет? Логично, что уровень углекислого газа гораздо выше в местах расположения предприятий, в местах большого скопления людей и в помещении. В маленьком офисе, где работают несколько человек и плохо работает или вовсе отсутствует вентиляция, за несколько часов концентрация углекислого газа может достигнуть полторы тысячи частиц на миллион. В школах, больших аудиториях история схожа. Что говорят исследования? Повышение уровня СО2 на 400 частиц снижает уровень стратегического мышления наполовину. Исследование профессора Джозефа Аллена из Гарвардской школы показало снижение когнитивной способности на 15% при 950 частицах. И еще на 50% при 1400 частицах. В исследованиях не учитывается много факторов и показатели разнятся. Но вывод один. При долгом нахождении в помещении с каждым часом снижается наша производительность, скорость реакции, острота ума и в целом мы приходим в упадок СИ. А постоянное нахождение в плохо вентилируемых помещениях может привести к хронической усталости. А ведь базовое количество СО2 в атмосфере продолжает расти. Безусловно, это учитывается при постройке новых современных зданий. Есть стандарты и требования, но не все им следуют. Да и что уж говорить о старых сооружениях. Большие компании стараются это учитывать, ведь поддержание умеренного количества СО2 крайне важно в принятии решений. А потому инвестируют в современные здания и очистительные приборы. Но очень сомневаюсь, что вы работаете в каком-нибудь Google. А 90% людей большую часть своей жизни проводят в помещениях. Дома, на учебе и на работе. Что очень прискорбно. Исходя из исследований и прогнозов, человек, который постоянно сидит дома или очень долго работает в закрытом помещении, банально не способен критически мыслить. Он становится непродуктивным, сонливым, уставшим. Творческая энергия падает. И этим не ограничивается. У человека хуже память, хуже реакция, хуже внимания. Добавьте к этому зависимость от социальных сетей, и мы получим бесконечный порочный круг. Это не навсегда. Мы восстанавливаемся, находясь на свежем воздухе и природе. Но большинство этого делает либо недостаточно, либо не делает вообще. Так что мы имеем? Благодаря нашему гиперпотреблению и производству, мы деградируем на уровне гормонов и ДНК, становясь слабее наших предков. А наш организм буквально превратился в помойку. Загрязнение окружающей среды и частые нарушения во время строительства, или банальное пренебрежение людей следования правилам, вроде здорового образа жизни, нахождение на свежем воздухе или проветривание помещений, заставляет нас деградировать на уровне когнитивных задач. И страдают от этого все. Люди из неразвитых стран с меньшим количеством добычи ископаемых, производств и прочих благ цивилизации, хоть и в меньшей степени, но также подвержены всему перечисленному. Можем ли мы это остановить? Нет. Какой позитивный вывод? Рядовой человек не может изменить все и остановить весь этот хаос. Обычный человек вообще не ответственен за то, что происходит, если сравнивать те масштабы выбросов и отходов, что производят крупнейшие корпорации мира и ресурсодобывающие предприятия. Такая вот плата за прогресс и комфорт. Изменения начнутся, когда политикам и их лоббирующим сторонам станет выгоднее сохранять, чем разрушать и загрязнять. Когда этот момент настанет, пока не ясно. Надеемся, что не слишком поздно. Но мы можем изменить ситуацию в рамках своей жизни и своего здоровья. Конечно, вина на снижении гормонах и прочих нарушениях в работе организма лежит не только на выбросах, токсинах и пластике. Она лежит и на нас. Сидячий и малоподвижный образ жизни стал нормой. Мы питаемся чрезмерно обработанной едой и напичканной вредными добавками. Все это в совокупности и рисует ту статистику, которую мы видим. Чтобы снизить негативное влияние окружающей среды, человеку нужно запомнить следующее. Говоря про пластик, то нужно снизить его потребление и к любым покупкам подходить более осознанно. Не использовать одноразовую посуду, не покупать готовую еду и воду в пластике, не использовать пластиковые доски для резки и ни в коем случае не греть еду в пластиковых упаковках. Все, что часто контактирует с нашими слизистыми и подвергается воздействию солнечных лучей, исключить или заменить на безопасный альтернативный. Тоже стекло, железо, дерево, качественный силикон и прочее. Это касается в том числе ваших штор, одежды, обуви, очков, даже мебели и материала вашего пола или здания. Примеров множество. Средства личной гигиены используйте натуральные и экологичные, используйте натуральную косметику, а духи наносите только на одежду. По минимуму используйте пакеты и ни за что не трогайте чеки в магазин. Воду пейте только фильтрованную из качественной посуды. Пищу ешьте органическую и натуральную, без добавок. Чтобы все токсины вроде фталата выводились быстрее, ешьте больше ягод, фруктов и овощей, вроде брокколи, капусты, лука, и пейте чистую воду и зеленый чай. А также больше потеть от физических нагрузок и бань. Исследование показывает, что люди, которым меньше всего подвергаются воздействию фталатов, имели на треть более высокий уровень тестостерона. Отдельная статья про микропластик и его снижение в жизни, что стоит исключить или заменить, выходил отдельный пост в моем телеграме. Обязательно подписывайтесь и читайте его. Там в целом очень много полезного. Также там будет промокод на мой закрытый канал. И просто используйте качественные продукты и товары. Например, дешевые чехлы для телефона за один доллар использовать явно не стоит. В общем, делайте акцент на том, что и как задумала природа. Но без фанатизма, иначе это перейдет в расстройство. Исключить его полностью из нашей жизни мы не можем, ибо пластик используется везде. Но можем хотя бы снизить его употребление и ежедневный контакт с ним, и отсрочить возникновение проблем, чтобы все опасные вещества выводились из организма быстрее, чем мы запихнем в себя порцию ног. Безусловно, относительно безопасный пластик есть. В телеграм-канале я об этом также напишу. Но я бы советовал его минимизировать полностью. Чтобы нормализовать работу эндокринной системы, правильно питайтесь, много двигайтесь и занимайтесь спортом. Если ты этого не делаешь, ты деградируешь. Буквально. Современный человек при регулярных занятиях спортом поднимет уровень своих гормонов в лучшем случае до показателей своего прадеда. А теперь представьте, что будет с людьми, которые этим советом пренебрегают. Показатели здоровья многих людей все еще в норме. В том числе количество сперматозоидов для продолжения рода. Но это лишь пока, и это не значит, что не надо бить тревогу. А ее нужно бить, и об этой проблеме необходимо говорить. Так что физические нагрузки, хотя бы минимальные, а также банальная подвижность, должны быть каждый день. А также стоит исключить вредные привычки, вроде алкоголя и курения. Чтобы не допускать проявления негативных эффектов от углекислого газа, чаще будьте на природе и позаботьтесь о вентиляции своего помещения. Например, откройте окно, а также купите очиститель воздуха с проверенными фильтрами. А для восстановления чаще отправляйтесь отдыхать в экологически чистые природные заповедники. Плохо ли то, что часть нашей почвы и почти вся вода отравлена? Да, очень. Нужно ли с этим мириться? Нет. Можно ли это изменить? Да. Но на это уйдет не одно десятилетие. Но если мы начнем изменение самих себя, то это произойдет быстрее. Если начнем осознание потреблять, исключать пластик из потребления и вести более здоровый образ жизни. Ведь мы несем ответственность не только за себя, свою жизнь и свое здоровье. Мы несем ответственность за наше будущее, за наши гены, за наших детей, за наших потомков. И не хотелось бы им передать уничтоженный с рождения организм и разрушенный мир. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео и подписывайтесь на мои соцсети в описании. Там же мой закрытый клуб. Заботьтесь о себе и всего хорошего.